Друзья, всем привет! Я Анастасия Нифонтова. Сегодня я вам расскажу про новую модель ТЭЧ-10. Она не то чтобы обновленная, она совсем новая. Я ее сравню со старой моделью и расскажу, чем они отличаются. Как раз у меня здесь наглядно стоит модель старая и новая, черного цвета. И первое, что хочется отметить, это то, что компания Alpin Stars очень серьезно подошла к системе защиты защиты голеностопа. Они придумали и запатентовали систему ограничения движения голеностопа. Вы видите, здесь три таких пластиковых, достаточно плотных штуки, которые не дают голеностопу сложиться, если, не дай бог, какая-то происходит ситуация на трассе и вы, например, перелетаете трамплин, приземляетесь на мыски. Такое очень часто бывает. Голеностоп складывается и обычно получается из-за этого травма. Потом очень долго все хромают и это очень неприятно все. Теперь этого можно избежать именно за счет вот этой вот конструкции. Компания Alpin Stars еще добавила в мотоботах систему торсионов боковых, они на шарнирах. При этом они очень хорошо защищают голеностоп на скручивание. Если, не дай бог, мыском вы задели в повороте или, не знаю, в лесу, а корень дерева и нога пошла вбок, то эта система позволяет защитить максимально голеностоп и не травмировать его. Движение голеностопа при этом остается нормальное, вы можете хорошо контролировать все рычаги. Что еще очень удобно, это то, что они обратили внимание, что на старых мотоботах вот эти клипсы иногда было очень неудобно подлезать под них пальцем и открывать, особенно когда туда попадала грязь. В новых мотоботах исправили эту ошибку, скажем так, этот недочет. И теперь клипсы новые легко открываются, есть специальное место под палец, и можно их клипсы без проблем открыть, закрыть, работает все идеально. Из новшеств, что еще? В новых мотоботах гораздо тоньше подошва, при том, что ее выносливость и качество не утеряли своих свойств, но зато серьезно сэкономили вес мотобот. Новые мотоботы, они легче старых мотобот, и это, я считаю, что очень существенный плюс, потому что, конечно, вся экипировка, она очень тяжелая, и если где-то удается сэкономить хотя бы несколько грамм, это уже очень хорошо. Также серьезные изменения претерпели и внутренники этих мотобот, внутренние сапоги. Мы видим старый внутренничек и новый. Вы видите, что на новом внутреннике прошита ткань специально для того, чтобы не образовывались лишние складки и нигде ничего не натирала. Также усилен край ботинка для лучшей долговечности, чтобы можно было его дольше использовать, он не лохматился. И что мне очень понравилось, то, что в новых внутренниках язык башмачка внутреннего, он сверху сделан на резинке, и теперь он плотно прилегает к ноге и никуда в сторону не сворачивается, потому что на старом внутреннике язык болтался во все стороны, его приходилось, вот видите, он просто так вот сам по себе, его достаточно сложно было всегда на ноге так правильно уложить, чтобы он не мешался. Это, я считаю, что тоже очень правильно было все сделано в новых ботинках. Поэтому нам осталось только попробовать эту модель уже непосредственно на трассе. Я думаю, что они должны работать хорошо, и то, что они легче, чем старые мотоботы, лично для меня, это очень большой плюс. Действительно ощущается, что они легче, чем предыдущая модель мотоботы 10, так что в такой красоте теперь можно и в театр, и в кино, и даже с подушками в кафе не стыдно выйти.